Шли года, эпоха сменяла эпоху. Улицы Славянска на Кубани меняли свои названия, строились и разрушались дома. Но есть среди этих перемен то, что уже более века остается неизменным. Одна из красивейших церквей Славянского района – храм Успения Пресвятой Богородицы. Его стены за 110 лет существования повидали многое – войной и мир, упадок и возрождение христианства. Об истории и современности Свято-Успенского храма наш следующий материал. Свято-Успенский храм был задуман как церковь в пристаничном погосте и заложен в 1907 году. Даже сегодня на старом кладбище Славянска на Кубани можно найти памятники, датированные самым началом 20 века. Сколько тайн и интересных судеб хранит это место, остаётся только догадываться. Поисковая работа, которую проводят неравнодушные историки города и служители церкви, совсем недавно позволила обнаружить на территории церковного кладбища знаковую для храма могилу. По-видимому, здесь находится могила одного из послевоенных настоятелей Свято-Успенского храма, протерея Александра Александрова. Рядом с ним, насколько нам известно, тоже похоронен священник, но имя и фамилию, к сожалению, сейчас назвать не смогу. Внуки Александра Александрова и сегодня живут в Славянском районе. Они предоставили храму фотографию батюшки, на которой он изображён в 50-е годы со своими дочерями. Время службы отца Александра пришлось на сложный для православия период советской истории. Но судьбой храму было уготовано выстоять несмотря ни на что. Даже массовые разрушения церквей 30-х годов обошли его стороной. Храм хотели взорвать. Вот один тайный верующий, партийный работник, высказался за то, что его предприятию нужно где-то хранить зерно. И таким образом храм был сохранён. К сожалению, летопись жизни храма не сохранила данные о его дореволюционной судьбе. Поэтому современному поколению приходится по крупицам восстанавливать имена тех, кто руководил храмом в разные времена. Пётр Корнеев, Евгений Высокостровский, Виктор Чмутов, Александр Александров, Андрей Печник. Вот имена настоятелей с послевоенного времени, которые удалось восстановить. С 70-х годов на протяжении 45 лет настоятелем храма был протеерей отец Никита Гаврильчик. Это время можно назвать расцветом храма. Благодаря работе отца Никиты здесь появилось крестильное помещение, приходская школа, полностью отреставрирован сам храм. В 2015 году не стало отца Никиты. И сегодня настоятелем храма является игумен Иннокентий. Продолжая славные традиции предшественника, он работает над развитием приходской школы, миссионерской и благотворительной деятельностью. Год от года число прихожан Свято-Успенского храма продолжает расти. Об этом свидетельствует и количество людей, пришедших на праздничную службу в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы на 110-й день рождения церкви. В своей речи к прихожанам отец Никитин отметил. Милостью Божией храм выстоял. И в годы гонений, когда повсеместно храмы разрушались, когда взрывались храмы, Успенский храм выстоял. На непродолжительное время закрывался, но в годы Великой Отечественной войны был открыт. И служил, и люди молились. А потом была целая эпоха, которую большинство из вас застали. Когда отец Никита наш, Царствие Небесное, протеерей Никита Гаврильчик, 40 лет отдал тому, чтобы этот храм украсить, чтобы в этот храм пришли люди и спаслись в этом храме. Матерь Божья, она всех нас усыновила через Иоанна Богослова. Для каждого из нас она, конечно, является матерью. И вот я сегодня хочу сказать, любой праздник Пресвятой Богородицы, это день материнства. Вспомните сегодня своих матерей, помолитесь за них о упокоении, если они уже отошли ко Господу. И поцелуйте их, и скажите, как вы их любите, если они у вас, слава Богу, живы и здоровы. Поздравил с этим большим праздником служители церкви и прихожан глава Славянского района Роман Сенеговский. Наши земляки 110 лет назад построили это святое место, этот объект. И на сегодняшний день этот объект является одним из самых красивых объектов нашего города. И мне приятно, что является визитной карточкой Славянска на Кубани. Хочу сказать спасибо большое вам, батюшка, за ту вашу духовную работу, патриотическую работу со всеми нашими жителями, с нашими детьми. Потому что Славянский район многонациональный район, проживает много национальностей. И нам важно, особенно сегодня, в нынешнее время, быть вместе и понимать правильные ценности. Ценности нашей семьи, мира, добра, взаимовыручки. В храм каждый приходит своей дорогой. Но главное, что здесь всем помогают встать на правильный путь успокоения души, мира и любви к ближнему. Потому в день рождения каждый желал храму простоять еще не одну сотню лет. Продолжение следует...